МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Вектор говорим об интересном с интересными людьми. Сегодня герой нашей программы, руководитель губкинского газового промысла Сергей Николаевич Роман. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Добрый день! Мы с вами знакомы давно, возможно, телезрители знают не так давно, как я вас. Давайте поговорим сначала о вашей биографии. Расскажите о себе, откуда вы родом, как приехали в Губкинске и, собственно, чем занимаетесь. Родился я в Крыму, город Армянск. Среднюю школу закончил. Далее, конечно же, институт, Севастопольский государственный технический университет. В специальности инженер-механик. Поступив в институт, родители уже жили здесь, на севере. Поэтому, окончив институт, приехал на север к родителям. Ну, здесь начал трудовую деятельность компании Геобенд. Ну, далее, ну, наверное, так же, как и у всех. Как это говорит Любовь и Голуби, да, затянуло. Да, были определенные сложности, что там говорить. Но попав, на мой взгляд, в такую неплохую классную компанию с хорошим потенциалом, с хорошим коллективом, где были заложены определенные, ну, наверное, устои руководителя в начале. И работая в компании Геобенд, дальше правоприемником стала компания Лукойл, ну, занимал определенные должности. В 2005 году закончил Тюменский нефтегазовый, по второму образованию инженер-разработчик. Конечно же, это, несомненно, способствовало дальнейшему моему развитию в компании. И больше 10 лет я отработал, да, в компании Лукойл. Последняя моя должность была руководитель цеха подготовки перекачки нефти, ТПП «Ямалнефтегаз», Лукойл «Западная Сибирь». Ну, вот если вкратце, так. А как перешли в структуру «Газпрома»? Это карьерный рост был? Что-то захотелось поменять в жизни? Или вот почему? Хотелось, конечно, что-то поменять в жизни. Хотя, конечно, на сегодняшний день для меня самого это загадка, что являлось основанием вот так вот, прям вот кардинального, так сказать, смены курса. Но, тем не менее, повторюсь, что, конечно же, я не жалею все, что не делается. Делается, наверное, правильно, осознанно. Выбранное решение было верным. И в феврале 2012 года я пришел на Губкинский газовый промысел, компанию «Газпромдобыча» на Ябск, инженером-технологом первой категории. Разительно отличается производство нефтяное от производства газового. Я всегда сравнивала, если нефтянка у меня ассоциировалась с чем-то грязным, потому что всюду что-то где-то лежит, где-то разлито, то газ – это вот чистые цеха, цветы. Я знаю, что на губкинском промысле, во всяком случае, раньше в цехах прям росли цветы, как сейчас и как вам вот такое сравнение с производством. И хочу вас уверить, что цветы у нас в цехах остались, потому что на самом деле мы считаем, что все-таки надо сделать определенные благоприятные условия для работников создать наших, для того, чтобы люди себя чувствовали максимально приближенным, но не так, чтобы сказать, к дому, прям вот в хорошем смысле слова. Конечно же, это производство, которое требует постоянного внимания, отречения от всего постороннего, даже от телефонных звонков. Поэтому, конечно же, создаем необходимые благоприятные условия для того, чтобы человек целиком и полностью погружался в процесс подготовки, добычи и подготовки газа, потому что ответственность, я бы даже сказал, колоссальная, потому что постоянно надо оценивать ситуацию, которая может меняться очень быстро, принимать верные решения для того, чтобы производство, прежде всего, было безопасным, потому что самое ценное – это люди в нашей компании. Что касается, где сложнее, вот прямолинейно ответить на этот вопрос нельзя. Везде нужны профессионалы, везде нужно внимание, везде нужен определенный уровень компетенций. Ну, вот если вот говорить так вот прямолинейно, да, то, конечно же, на мой взгляд, вот тот вот жизненный этап моей работы в нефтяной компании, конечно, показывает, что в нефтяной отрасли, чисто в нефтяной, несколько сложнее. Расскажите о своем коллективе. Это достаточно постоянная величина людей, которые у вас трудятся, они насколько мобильны, или наоборот, это уже устоявшийся коллектив? Ну, конечно же, мы не стоим на месте, мы развиваемся, есть естественный выход на пенсию наших работников. Конечно же, стараемся подбирать молодежь. Молодежь, которая приходит с институтов в качестве молодых специалистов, потому что, так или иначе, по окончании вуза мы все имели определенный кейс знаний технической части без практического применения, только справочные, так сказать, процессы. А уже придя на месторождение, как мы уже говорили, да, люди, прежде всего, на мой взгляд, молодежь приходит в устоявшиеся коллективы, где сформирован определенный этап преемственности. У нас очень много стажевиков, у которых просто гигантский, я не побоюсь этого слова, опыт работы не только на нашем промысле, потому что у нас компания достаточно географически представлена в различных регионах нашей страны, и естественным образом наши работники не работают локально, только в Ямале. Мы работаем в Якутии очень много, мы работаем на СПГ Портово, это северо-западная часть нашей необъятной родины. Поэтому тот потенциал, конечно же, он накопленный, он формируется у нас, и мы бережно передаем его будущему поколению, потому что люди, которые приходят с студенческой скамьи, это те, кто у нас, управленцев, заменит там в ближайшие 10, 12, 15 лет. Я знаю, что в Газпроме очень сильная корпоративная традиция. Вот назовите пару, которые, на ваш взгляд, наиболее актуальны, принципиальны и важны для коллектива. Могу сразу ответить, хорошая традиция, которая бережно передается из поколения в поколение на губкинском газовом промысле. Это поздравление коллектива 31 декабря любого года. То есть вот традиция, руководитель вместе с профильными руководителями служб, 31 числа мы обязательно объезжаем структуру, даже удаленные наши объекты, пьем чай, кушаем мандарины, подводим на закрытие календарного нового года, да, и подводим итоги. Вот это очень важно. И самое главное, я хочу сказать, что люди ждут, работники, независимо от температуры окружающей среды. Мы приезжаем, делаем короткую встречу, 10-15 минут, просто садимся все за один стол, вот так вот, за кружкой чая, и просто говорим о всем. Это такая беседа предрасполагающая, которая делает ближе нас, людей, друг к другу. Давайте перейдем к серии вопросов о вашей семье. О вашей супруге, где вы познакомились с ней. Я знаю, что у вас семейная биография, тесто связано с городом, дети появились тоже здесь, в Губкинском. Расскажите о семье. Ну, с супругой мы закончили один университет, она экономист по образованию, в Севастополе мы оба, поэтому закончили. Это было совместное решение или она жена декабриста? Сказанное и поехала на север. Ну, первый приехал я, да, конечно же, да, она немножко младше, и закончив вуз, конечно же, приехала посмотреть, ну, у меня родители на тот момент жили на КС-02, и, ну, сильный контраст. Я просто помню эти глаза, когда вот Севастополь, такой южный теплый город, а сравнивать с КС-02, это, конечно, было уже очень сложно. Но, тем не менее, тем не менее, даже на КС-02 присутствует именно то, чего нет в Севастополе, конечно же. Это вот такое определенное доверительное отношение друг к другу у людей, да, такие вот теплые, я бы даже сказал, наверное, даже не зная человека, даже бы сказал бы их семейные. Большая одна семья – это тех людей, которые готовы вот быстро прийти на помощь друг другу. Вот что бы то ни случилось, там, ну, очень часто мы помним, да, там, подгорали дома деревянные и так далее. То есть вот это зерно, которое было в каждом человеке, вот мне это очень сильно поразило, прям такой отпечаток оставило, когда, чтобы не произошла какая-то там техногенная ситуация, да, люди всегда были готовы, даже не зная друг друга, всегда приходили, помогали, кто чем абсолютно. Вот это очень-очень дорогого стоит, вот это вот то, что сразу врезалось в такой вот контраст, сформировало. Приехав сюда, супруга работала некоторое время компанией «Энкпур», а уже больше 10 лет работает в «Роснефтьпурнефтегазе». Сын в 10-м классе, учится, готовится поступать, вышить учебные заведения. Он пойдет по вашим стопам, как вы считаете? Ну, планирует, да, когда. Ну, то есть в «Нефтегаз». Да. Это означает о том, что он и дальнейшую судьбу связывает свою с «Севером» или не принципиально будет? Ну, я считаю, что все-таки заниматься нефтью, газом, да, вот здесь именно важно начинать именно отсюда, потому что здесь можно руками прощупать всю цепочку начала излечения углеводородов, да, этапы. То есть это нельзя прочитать просто в сухой инструкции или в книге, в справочнике. Это любой специалист, любой профессионал, конечно же, проходит созов. И это очень важно. А дальше уже можно будет смотреть, конечно же, заниматься, ну, какими-то процессами связанными. Что Вы считаете самым главным в воспитании сына? Может быть, какие-то основы, которые Вам передал Ваш отец, Вы стараетесь передать ему? Ну, самое главное, наверное, это целеустремленность. Потому что, ну, без цели, наверное, жить нельзя. Даже на короткие дистанции необходимо формировать свой пакет целей, да. Вот, ну, условно говоря, закончить, там, четверть с такими-то результатами, там, поступить или, там, набрать какие-то, ну, определенные полбаллов для поступления в высшие технические заведения. То есть вот эта жизнь, наверное, построена на коротких таких дистанциях, на коротких целях. И самое главное, вот, на мой взгляд, быть целеустремленным, четко ставить перед собой цель. И когда человек имеет цель и желание добиться этой цели, у него все обязательно получится. Твоё интересное выражение – пакет целей. Вот у Вас на настоящий момент какой пакет целей? Лично у Вас? Лично у меня? Ну, как для любого производственника, у нас календарный год начинается с 1 января и заканчивается 31-м, конечно же, самое главное – это коллектив, чтобы он был всегда жив, здоров, крепок, потому что это залог успеха добычи, подготовки газа, потому что сами по себе показатели, они ничего не стоят, их формирует каждый работник. Поэтому самое главное, чтобы все были крепкие, здоровые, и, естественно, мы, как руководители, максимально используем те или иные ресурсы для того, чтобы наши работники были таковыми. Ну и, конечно же, выполнение тех самых сложных задач, которые на сегодняшний день стоят перед компанией. Скажите, что для Вас важнее – какие-то профессиональные качества или личные? А это, смотря, в чем? Ну, мы сейчас о коллективе говорим, все-таки, да. Что Вы больше в сотрудниках цените, например, преданность или профессионализм? Знаете, мне кажется, одно без другого не может существовать на самом деле, или, скажу по-другому, одно другое дополняет, потому что коллектив – это и есть коллектив, это люди, которые введены определенной целью, единомышленники, поэтому, естественно, они являются так или иначе людьми с достаточно хорошим потенциалом профессионализма. Да, мы все несовершенны в этой жизни, поэтому живем, учимся, это нормальный процесс, поэтому, конечно же, и профессионально, и преданные люди, которые входят в состав моей команды, они являются для меня очень дорогими и ценными для меня работниками. Что бы Вы не смогли простить человек? Предательство. Какие качества, наоборот, кроме целеустремленности и преданности, ценить? Наверное, честность. Честность, открытость. Давайте выберем еще один вопрос из ВАЗа. Куда и когда планируете отправиться в отпуск? Ну, отпуск у меня на самом деле запланирован летом, но могу сразу сказать, что планирую короткую поездку в город Севастополь. У нас в семье есть традиция, которая где-то прервалась последние 4 года, потому что я работал несколько удаленно и очень мало жил в городе. Сейчас есть уникальная возможность эти все хорошие традиции возродить. И начиная с 2014 года, я вместе с... ну, мы с семьей выезжаем в город Севастополь на 9 мая и принимаем участие в Параде Победы и Бессмертном полку. И мы на самом деле эту традицию... Вот с этого года я постараюсь ее все-таки возродить, может быть, как-то вдохнуть определенный элемент свежести, но планы ближайшей такой перспективы на 2-3 месяца именно таковой. Вообще, есть у руководителя промысла свободное время? Наверняка, даже если его немного, как проводите? Ну, конечно же, свободного времени не очень много, но в досуге хожу в плавательный бассейн. Что еще, помимо занятий физкультурой, вы считаете основой здорового образа жизни? Питание. Это важный элемент, который дополняет, наверное, физические нагрузки. Вообще, эти два элемента, наверное, для формирования хорошего здоровья для любого человека, это, конечно же, питание, спорт. То есть, если выбирать между вкусной и полезной едой, вы предпочтете полезную? Я все-таки, ну, как и любой человек, есть у всех определенные слабости, поэтому, конечно же, ну, я стараюсь быть таким. Ну, есть определенные отклонения, которые так или иначе, ну, где-то заступаешь за эти красные линии. А есть любимое блюдо какое-нибудь, которое, может, на праздники какие-то готовите? Да. Оливье. То есть, селедка под шубой на Новый год не идет в сравнении, только оливье. Ну, да. Вот это вот все то, что сразу приходит на ум, это оливье. Сергей Николаевич, мы уже говорили о том, что людей на КС-02, значит, микрорайон Губкинского отличала, ну, вот, какой-то особая душевная теплота. Я думаю, что так можно сказать обо всех Губкинсах, наверное, даже о многих северянах. Тем не менее, следующий вопрос. Что, на Ваш взгляд, отличает сам Губкинский от других городов Ямала и нашей необъятной Родины? Ну, на протяжении трех лет, вот, я могу точно сказать, что Губкинский менялся на глазах. Вот я, ну, у меня, к сожалению, был график работы такой, что я в пятницу приезжал, в воскресенье уезжал. То есть, в Губкинском я был ровно полтора дня, это на протяжении четырех лет. Ну, вот так вот. Такой вот график у производственников. И вот очень сильный контраст, когда, ну, какое-то время не бываешь, там, неделю-две приезжаешь домой, и вот весной, летом просто видишь, что каждая группа домов, какие-то локации постоянно развиваются. Вот формируются детские качели, пешеходные зоны. То есть, вот, ну, просто город меняется на глазах, и он становится настолько таким теплым, уютным. И я в себе заметил одно чувство такое, я не знаю, с чем оно связано, еще ни разу о нем не говорил, но скажу сейчас, наверное, впервые, что если раньше, уезжая в отпуск, ну, ты всегда хотел подольше там остаться, понятно, солнце, тепло, Севастополь, море, то сейчас возникает такое чувство, вот оно буквально, может быть, год назад или два у меня появилось, что уже не знаешь, где у тебя на самом деле родина. И вот начинаешь где-то подсознательно оценивать, и чувствуешь, что вот здесь вот магнит. Нас все равно вот тянет именно обратно домой. То есть дом-то на самом деле вот здесь, в нашем дорогом, теплом, уютном городе. Ну, и сами губкинцы прикладывают немало усилий, помимо властей, для того, чтобы его сделать таковым. И ваш коллектив активный участник, и городских мероприятий, и субботников, что это тоже какая-то традиция или ваш принцип такой вот? Ну, смотрите, работники промысла, естественно, это жители нашего города. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что там, где мы есть, мы на работе у себя, да, формируем определенный такой микроклимат, который позволял бы, ну, раскрываться человеку, да, работать правильно, работать безопасно. И в городе, проживая, конечно же, мы создаем или стараемся создавать и быт, и уют, и принимать максимальное участие в наших, там, социальных проектах, по наведению порядка, по благоустройству, особенно весной, да. Ну, выходим, работаем, мы точно знаем, что мы здесь живем, здесь должно быть хорошо, опрятно и уютно. Ну, спасибо. Давайте еще один вопрос выберем. Если не собой, то кем вам хотелось бы быть? Да не, наверное, собой. Я уже просто говорил за эфиром, да, что никогда не жалею о тех шагах, которые предпринял. И, ну, вот, тем, кем есть, ну, наверное, наверное, это мой осознанный выбор, поэтому иду именно этим путем. Угу. Что обязательно должен сделать каждый человек хотя бы один раз в жизни? Это построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Вы все, по-моему, как-то выполнили? Я, ну, отчасти да, но я стараюсь некоторые моменты несколько расширить. И одно, и второе, и третье. И дом, и деревья побольше посадить. В чем, на ваш взгляд, заключается успех человека? И вы, как человек успешный, все-таки поделитесь секретом, что нужно делать? Самое главное, на мой взгляд, выполнять качественно свою работу, стараться, конечно же, обретать определенными, ну, прирастать знаниями, учиться. Это самое главное, потому что надо двигаться дальше. Для движения, конечно же, нужно образование. Без него никак. Мы даже сейчас, я вот в настоящий момент, да, мы все проходим в нашей компании определенный процесс обучения периодического, профессиональную переподготовку. И это очень важно. Это дает возможности посмотреть на одно и то же, немножко с другой стороны, более глубоко, и найти определенные ключи для решения тех или иных вопросов. Жизнь не всегда бывает гладкой, и бывает, что что-то не получается, несмотря на поставленные жизненные ориентиры. Что делаете вы, когда у вас что-то не получается? Ну, в нашей компании работает интегрированная система менеджмента. У нас давно, как инженеров, решили, прежде всего, учиться решать задачи. Если задача не решена, значит, мы пытаемся оценить, что являлось сдерживающим фактором, либо какие элементы мешали все-таки достичь поставленной цели. Естественно, проводим процесс корректирующего мероприятия, то есть это элементы, которые позволяют, применив что-то, достичь результата. Ну и опять же, применяя, оцениваем, достигли, не достигли. Ну, если не достигаем, идем по следующему витку, тоже смотрим, еще следующие ключики подбираем. Что для вас главная мотивация? Ну, мотивация – это процесс заинтересованности. Поэтому для меня что это такое? Есть определенный элемент. Ну, вот я не знаю, я просто пытаюсь в себе найти вот эти ответы. Для меня очень важно тогда, когда ты ставишь определенную планку, и ты ее достигаешь, и в конце, когда видишь, что у тебя это получилось, вот это, наверное, настоящая такая благодать. То есть ты себе говоришь, да, у меня это получилось, я это сделал. Для меня вот это является наиболее таким высшим, так сказать, элементом восхищения. Ну и, конечно же, когда это оценивает и коллектив, и руководство, это закрепляется и становится сильнее вот это чувство. Как поступить, когда нельзя, но очень хочется? Ну, тогда не делать. Все-таки нельзя. Да. Принципы важнее. Да. Ну, соблазн, понятно, он присутствует везде, но все-таки я бы предпочел не делать, если нельзя. Как вы относитесь к людям, которые говорят правду в лицо? Ну, я считаю, это такие люди, они на вес золота. Их не очень много, но они есть. И они дают возможность немножко оценить, да, или показать те слабые стороны, над которыми предстоит еще работать. Ну, наверное, как-то так. На ваш взгляд, существует ложь его спасения? Да, конечно. Наверное, есть. Не, наверное, точно есть. И, наверное, в завершении вопрос, что для вас самое ценное в жизни? Самое ценное в жизни – это, конечно же, семья и здоровье семьи. Это в априори всего. Потому что это, наверное, самое дорогое у каждого из нас. И мы об этом прекрасно понимаем. Потому что все остальное по отношению к этому процессу является вторичным. Я благодарю вас за беседу. И, конечно, вам и вашей семье желаю крепкого здоровья, промыслу, достижения всех производственных показателей. Уважаемые телезрители, собственно, здоровья, благополучия и вам. Спасибо за внимание. Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова